Факел Воронеж Факел Воронеж Факел Воронеж Но больше всего, конечно, я бы сейчас поблагодарил публику, как она на протяжении всего матча поддерживала свою команду. Они от души молодцы, я могу только преклоняться перед ними, как они на протяжении всей игры поддерживали и гнали свою команду вперед. Молодцы. Вот единственное, что могу сказать. А так, в принципе, нам сегодня в некоторых моментах где-то повезло, где-то не повезло. Футбол это такая штука, где мы много игр сыграли, и у нас были моменты, что никак не могли мы забить, никак не могли мы прочкнуть его. Сегодня у нас все наоборот получилось. Дмитрий Иванович, последние 15 минут вам просто сил не хватило или осознанно отошли назад и сыграли на удержание? Вы знаете, наверное, все-таки мы бы поменяли систему, мы бы никогда не играли в 5 защитников. Мы сегодня поставили в конце уже игры 5 защитников. Во-вторых, 4 полузащитника, практически у нас 4 опорных даже было в середине. И одного нападающего оставили. Ну, слишком далеко сели, наверное, да, вот, наверное, так. Но, в принципе, это, наверное, было осознанно. А тот факт, что в движении превзошли где-то середину второго, первого тайма, уже вот так, в движении для вас неожиданность, или у вас такой план был? Нет, 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 мы прекрасно знали, как команда действует. Мы просмотрели много матчей, просмотрели много информации, собрали по поводу факела. И видели, что у команды факела есть определенный отрезок времени, где они немножко садятся. Садятся и отдают инициативу в руки команды соперника. Это было, наверное, в трех матчах подряд они отдавали или в первом тайме инициативу, последние 15 минут где-то, или вот три матча было где-то отдавали, с 75 по 90 минуту всегда отдавали инициативу командам соперника. Вот мы рассчитывали, что у нас будет на 75-е, на 90-е минуту, а получилось наоборот, в первом тайме. Пожалуйста, еще вопросы. Тот потенциал, который сейчас демонстрирует ваша команда, то есть, вот как вы считаете, сколько еще надо прибавить, на каком уровне подбора футболистов? Вы знаете, команда только собралась на самом деле, вообще абсолютно новая команда. Здесь кто-то выпадает, кто-то наоборот добавляет. Потенциал у команды есть, самое главное, нужно обращать внимание на каждого футболиста сейчас в лиге. Особенно это меня касается, так как я долгое время не видел этот чемпионат, не знаком со многими игроками в лиге, какие сильные качества у них есть, какие слабые. Поэтому сейчас обращаем на каждого футболиста, даже у команды соперника, для того, чтобы создать боеспособную команду и решать серьезные задачи. Нет больше вопросов, спасибо. Владимир Николаевич, в середине недели, как и факт, вы играли игру на Кубок России и тоже выиграли ее. В условиях плотного графика и пока непростой турнирной ситуации, насколько важен для вас этот турнир? Кубок. Вы знаете, мне понравились слова нашего великого тренера по хоккею Тарасова, когда он сказал замечательную фразу в фильме «Легенда 17» «О неважных матчей не бывает». Вот это, наверное, самый главный ответ, который я вам скажу. Потому что каждый матч абсолютно чего-то ты приобретаешь, чего-то ты можешь увидеть. Кубок, в первую очередь, начинается для тех игроков, которые мало играют. Даем им больше времени, чтобы они играли в этом соревновании. И после этого уже, естественно, будем перестраиваться. Хочу сказать еще раз, поблагодарить своих футболистов от души за ту самоотдачу. И поверьте мне, вот мы сыграли 9 матчей, из 9 матчей мы сыграли 3 дома. Нет, да, из 10 матчей сыграли 3 дома и 7 на выезде. Поверьте, мне это тяжело, тем более мы добираемся. К вам мы добирались, 15 часов мы на поезде ехали, и потом еще с поездом, я не знаю, там час-полтора ехали на автобусе. В Нижнекамск мы добирались, извините меня, тоже очень много времени на автобусах ездили. В Новосибирск, и все это у нас выезды, 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 выезды. Команда только практически играет на выезде. Я, поверьте мне, я сейчас перед ребятами преклоняюсь на самом деле за ту самоотдачу, которую они демонстрируют. Они у меня молодцы, я, честно говоря, город за тех ребят, с которыми я сейчас работаю. Проиграли команде, мы сами проиграли команде, опытной команде, о чем я предупреждал ребят, что команда укомплектована очень коленифицированными игроками. То, что они неудачно стартовали, это ни о чем не говорит. И, собственно, так и получилось. Решал фактор, при том, что они очень организованно оборонялись, у них быстрая атака с квалифицированными исполнителями. Нужно было максимально быстрее игру в первом тайме. Первый тайм у нас совсем плохо мы провели в плане организации игры, в плане скорости, вот именно командной скорости. Тот момент, который был создан, стопроцентный момент в первом тайме, который мы не реализовали, выход после передачи Бирюкова, выход один на один Трошечкина. Сослагательное наклонение, наверное, неуместно, но фактор гола мог сыграть какую-то роль, существенную роль. Команде пришлось открываться, а так они использовали наши две ошибки. Две ошибки в первом тайме, благо сразу мы забили мяч, возвратились в игру, второй тайм намного лучше провели. Но те моменты, которые были созданы, мы не реализовали, они строго сыграли в оборонье. Всем я и поздравляю команду Мордовию. Рано или поздно я был уверен в том, что с таким составом они поправят свои дела. Еще полтора месяца назад эта команда в премьер-лиге играла. Плюс пришли достаточно квалифицированные игроки Сабитовы, Алхазовы и Дегтяревы, которые явно усилили атакующий потенциал команды и команду в целом. Пожалуйста, вопрос. Оценить, пожалуйста, игру двух дебютантов, Соловьев и Козлова. Насколько все это они? Я доволен и доволен. Хотя, зная их потенциал, я знаю, что они могут еще прибавить в игре. И они прибавят, я не сомневаюсь, и Соловьев и Козлов. Все по сегодняшней игре, по тому, как Ваня провел Соловьеву игру и в обороне отрабатывал, и впереди, и пенальти заработал, объем скоростной работы большой. И очень удачно вышел у нас на замену Саша Козлов. Он у нас только два дня в распоряжении команды находится. Естественно, ему нужно привыкнуть к манере игры, потому что он был в ТОС, я с ним немножко беседовал, они немножко в другой футбол проповедуют все. Я думаю, что он по стилю нам подойдет, и в ближайшее время, он сейчас, даже в этом недельном цикле, я думаю, наберет кондиции, и они явно усилят нашу игру. Я доволен его на очках. В первом тайме «Факел» выглядел какой-то уставшей, физически разбитой командой. Я понимаю, что мы сейчас опять будем говорить о календаре, о перелетах. Нет, мы не будем говорить о календаре, можно было говорить о календаре, о перелетах. У нас была ротация состава. Многие, кто вышел в стартовом составе, они не играли, мы осознанно не играли кубковую игру. И если бы была речь о усталости, тогда второй тайм команда должна останавливаться вообще. Если первый тайм так неубедительно провела, в плане организации, в плане командной скорости, неубедительно первый тайм, то второй тайм еще хуже должно быть. Если речь идет о физических кондициях. А здесь картина, вы же сами видели, кардинально изменилась. Когда добавили скорости, когда заработал у нас левый фланг, в первом тайме у нас левый фланг практически, да? Ваня Лукьянов, но он после травмы все, сложности есть определенные. Практически у нас фланг один не работал. Если к Соловьеву в меньшей степени претензии неплохо, то с выходом Саши Козлова и второй фланг заработал. И здесь нужно было вскрывать только через фланги, что мы пытались сделать во втором тайме. При той насыщенной обороне у них два высокорослых центральных защитника, Багаев и Осипов, плюс в опорной зоне здесь Сабитов. И через центр за счет длинных передач, то, что мы в первом тайме пытались сделать, это совершенно утопия. Я просил ребят на установке и в перерыве, что мяч нужно положить вниз и за счет быстрого контроля мяча, за счет скоростных действий расшатать оборону и вскрыть фланги. Где-то получалось, где-то нет, все. Но подходы и предпосылки были. Не было где-то завершающего паса осмысленного, да, не точного паса. А где-то в завершающей стадии не реализовывали мы. Опять же, момент во втором тайме у Трошечкина был. Момент у Болова, когда головой, лбом попадая в слор ворот при такой фланговой передаче. Это реально должно заканчиться было взятие ворот. Мурнину не хватает физических кондициях? Мурнин немножко неправильно играл первый тайм. Ему никто не давал задания открываться к угловому флажку. А он делал эту работу, рывки по 50-60 метров, а потом не хватало назад ему отрабатывать. И я ему сказал об этом в перерыве. Немножко не ту работу, которая от него требуется. Он должен был с Трошечкиным связать в центре поля, завязать игру. И через них акцент атаки смещать с фланга на фланг и с быстрым переводом мяча, чтобы фланги вскрыть. А это вот по первому тайму у нас как раз и не было. Папа Телевич, середина второго тайма, пошел высокий прессинг. До этого мы его не применяли, потому что опасались Мордовии. Или это игра в Абанк была уже как? Может, после того, как мы начали? Когда стали проигрывать, понятно было, что здесь уже и перестроение. Мы сняли защитника, стали играть в три защитника. И сюда Сашу выпустили, то есть сместили Козлова в центральную зону с его умением обыграть, с дриблингом, скоростным введением обыграть здесь. И он обострял ситуацию. С этим было связано только, что нужно было уже отыгрываться и схему поменяли. Но это вообще рискованно очень было? Ну как, в данной ситуации 2-1-3-1 проиграем, роли не играет уже никакой. Мы где-то, конечно, рисковали, но они сняли форварда, они Саркисова сняли. Здесь остались с одним форвардом. Ничего тут такого рискованного не было, скажем так. Павел Петеревич, после прихода последних новичков в качестве файкала однозначно прибавил. Канан приводит в плане движения, функциональной готовности. Ну я думаю, что сейчас недельный цикл, недельные циклы начнутся, полноценная тренировочная работа. Если брать, то мы два цикла, мы практически не тренировались. Мы находились, ну опять же, в связи с календарем, в самолете или в автобусе. Мы только восстанавливались к игре. И все. Сейчас начнутся недельные циклы, пойдет полноценная тренировочная работа. И я думаю, в плане командных действий, новички поймут, что мы от них хотим. И команды прибавят, и уверят. Селекционная работа на этом закончена? До сентября уже все? На данном этапе, я считаю, да, все уже вполне у нас все, все линии укомплектованы. С приходом двух ребят этих, Козлова и Соловьева, усилится конкуренция. Все. Те ребята, которые не выдержат конкуренцию, то в межсезонье, естественно, что мы будем где-то немножко оптимизировать состав. Потому что где-то на данном этапе, даже чуть-чуть у нас перебор. У нас еще есть травмированная, которая пока вне заявки. Это Тихий. Это Тимошу. Поэтому надеемся на то, что в ближайшее время, может, через месяц уже, сейчас начнет уже тренироваться в общей группе. Дима подойдет Тихий. На данный момент все мы закрыли селекционную работу на данном этапе. Субтитры создавал DimaTorzok